Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. Елена Лапушкина посмотрела, как работает Центр управления регионом. Какие платформы помогают в кратчайшие сроки реагировать на обращения жителей? Привиться, не отходя от кассы. В Самарской области организовали пункты вакцинации возле торговых центров. В регионе завершается период подачи налоговой декларации, что грозит тем, кто не успеет отчитаться о доходах. Снесли незаконные гаражи и убрали мусор. В Самаре благоустраивают территорию недалеко от футбольного стадиона. В городе начали обрабатывать парки и скверы от клещей. Как можно обезопасить себя самостоятельно от опасных членистоногих? Президент Владимир Путин объявил дни между майскими праздниками в этом году выходными. Теперь россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая. Инициатором такого предложения стал Роспотребнадзор. В ведомстве посчитали, что увеличение выходных поможет стабилизировать эпид-обстановку. Как обеспечить безопасность горожан в эти длинные праздники обсуждали на заседании городской антитеррористической комиссии под председательством главы Самары Елены Лапушкиной. Представители департаментов доложили о дополнительных мерах по обеспечению безопасности людей на акциях, посвященных празднику весны и труда, а также Дню Победы. Сотрудники определили график дежурства в выходные дни. С ними провели инструктаж о действиях в чрезвычайных ситуациях. Налажено сотрудничество с правоохранительными органами. Также специалисты городских департаментов провели техническое оснащение своих подведомственных помещений. Напоминаю, что у нас впереди достаточно длительные праздники. Люди у нас, конечно, в основном поедут, я думаю, на дачу. Но, тем не менее, наша с вами задача обеспечить безопасность, комфортность проживания и пребывания людей в городе. Поэтому, надеюсь, что вы чувствуете все свою ответственность и будете также ответственны подходить к тем вопросам, которые вас касаются. Не нужно ходить по инстанциям, писать письма и искать, кто поможет решить проблему. В Самарской области с жалобами жителей работает Центр управления региона. Его сотрудники занимаются сбором сообщений и предложений, которые люди оставляют в интернете. Сегодня в ЦУРе побывала глава Самары Елена Лапушкина. Мэр города посмотрела, как развивается центр и узнала, на какие моменты самарцы и жители области просят обратить внимание в первую очередь. Тему продолжит Ольга Павлова. Наша задача, задача информационного блока, во-первых, работать на опережение. И если мы видим какие-то рискованные темы, информировать людей, чтобы эти инциденты не возникали. Одним словом, как можно быстрее решить самые наболевшие вопросы, которые поступают от жителей города и области. В Самаре Центр управления регионом заработал сравнительно недавно, в ноябре прошлого года. За пять месяцев сотрудники ЦУР получили и успели обработать свыше 25 тысяч обращений граждан. Большая часть это вопросы, касающиеся здравоохранения. Ну, это понятно, ковид и эпидемиологическая обстановка. И следующие вопросы, это касается, прежде всего, вопросы благоустройства, дороги, вопросы содержания многоквартирных домов. И если раньше жители Самары области отправляли обращения в письменном виде по форме 59-го федерального закона, то теперь не нужно ходить по инстанциям, писать письма и искать, кто ответит на наболевший вопрос. Люди оставляют сообщения в открытых источниках сети интернет, на цифровых платформах. Инцидент менеджмент и госуслуги решаем вместе. Установив приложение, пользователь может в несколько кликов оставить сообщения по вопросам ЖКХ, здравоохранения и образования. Здесь же есть возможность приложить фото или видео, а также отслеживать ход решения проблемы и оценить работу ответственных лиц. Новые методы обращения граждан особенно оценила глава Самары Елена Лапушкина. По итогам той информации, которую я получила, безусловно, проведем свое внутреннее совещание. Найдем определенные поручения и главным районам, и своим департаментам по взаимодействию с ЦУРом, по срокам рассмотрения жалоб. В топ городов по количеству обращений входят Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевска, Чапаевск. Вопросы, поступающие от жителей города и региона, оперативно обрабатываются сотрудниками ЦУР и передаются для решения в муниципалитеты. Ольга Павлова, Константин Головин. События. В Самаре комплексно благоустраивают территорию возле фабрики кухни. Работы идут параллельно с реставрацией самого здания, которое признано памятником архитектуры федерального значения. На пересечении улицы Луначарского и Новосадовой сейчас преображается сквер памяти борцам революции. Такой новостью поделилась глава Самары Елена Лапушкина в своем инстаграм-аккаунте. Площадь работ составляет порядка 7 тысяч квадратных метров. До 1 сентября горожане увидят здесь новые тротуары с тактильной плиткой, обустроенную велодорожку и уютную зеленую зону с автополивом. Также на территории заменят коммуникации и установят скамейки. Именно это пространство вышло на первое место в ходе рейтингового голосования по программе формирования комфортной городской среды на 2021 год. Контролирует выполнение работы Департамент городского хозяйства и экологии администрации Самары. Начинаем работу по благоустройству сквера борцам революции. В настоящий момент ведутся демонтажные работы по старому покрытию, вывоз мусора, отстрелка отметок. В ближайшее время начнем уборку порослей и вертикальную планировку площадки под будущее благоустройство. За сутки в Самарской области зарегистрировали 191 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших ковидом в регионе 60 244 человека. Такие данные опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 204 человека. Всего с начала пандемии из больницы выписали 57 369 пациентов. Совершил покупку и тут же, не отходя от кассы, сделал прививку от коронавируса. В Самарской области организовали работу мобильных комплексов возле торговых центров. По какому графику они будут работать и что нужно, чтобы сделать прививку в нашем сюжете. Теперь, чтобы сделать прививку от коронавируса, не нужно ходить в больницу. Вакцинироваться можно сразу после шопинга возле одного из торговых центров. Выездные ФАПы в эти выходные будут работать рядом с Амбаром, Космопортом и Мегой с 11 утра до 18 часов вечера. Он, по сути дела, представляет собой фельдшерский акушерский пункт. Сегодня он работает как пункт вакцинации. Он оснащен всем необходимым для проведения вакцинации против COVID-19. Там работает терапевт и медицинская сестра, которая осуществляет вакцинацию собственную. Сделать прививку может любой желающий. Для этого не обязательно при себе иметь много документов, достаточно паспорта. Пациента осмотрит врач, проверит давление, сатурацию и температуру. И если нет противопоказаний, будет сделана прививка. Житель Самары Сергей Сорокин говорит, от коронавируса умерли его знакомые. Чтобы обезопасить себя и близких, он решил вакцинироваться. Бояться стал от всяких вирусов. Хочу, чтобы эту пользу принести семье, детям. Ну, чтобы здоровым быть, в общем. Прививку можно сделать и в поликлинике по месту прописки, а также в кабинете по адресу Мичурина 125, который работает круглосуточно. Но даже после прививки медики рекомендуют соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Виктория Шарая, События. Эфир продолжит блок экономических новостей. Их подготовила Светлана Кудрявцева. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, уважаемые телезрители. О чем сегодня будут новости экономики? Узнаем, какие новые штрафы ждут водителей, сколько долгов банки передали коллекторам. Но сначала поговорим о ключевой ставке. Банк России повысил ключевую ставку на полпроцентного пункта до 5%. Напомню, что в пандемию Центробанк быстро снизил ключевую ставку, чтобы экономика легче справилась с кризисом. Но в марте начал возвращать показатель к нейтральному диапазону, повысив ставку на 0,25%. Некоторые эксперты ждали, что регулятор сохранит эту планку. Другие говорили о повышении, но обсуждали шаг – полпроцента или четверть. Как сообщили в Банке России, повышение ключевой ставки и произошедшее с начала года увеличение доходностей облигаций федерального займа вызовут рост кредитно-депозитных ставок. Это позволит повысить привлекательность банковских депозитов, защитить покупательную способность сбережения и обеспечить сбалансированный рост кредитования. А между тем, за время пандемии коронавируса банки передали коллекторам рекордный объем долгов россиян за 7 лет – 582 миллиарда рублей. По сравнению с докризисным 2019-м, количество новых кейсов в работе коллекторов увеличилось на 5% до 8,5 миллионов единиц. Для многих пандемия послужила катализатором, который вынудил их выйти на просрочку. В зоне риска в основном оказались те, чье финансовое положение и до кризиса было не самым устойчивым. С частью долгов, образовавшихся во второй половине 2020 года, банки пока работают самостоятельно, а передача коллекторам начнется при просрочке свыше 180 дней. Уже весной 2022 года инспекторы ГИБДД смогут штрафовать водителей на новых основаниях. Ведомство собирается расширить список технических неисправностей, при которых будет запрещена эксплуатация транспортных средств. Так, россияне могут получить штраф за использование шипованных покрышек летом, защитных пленок на стеклах фар, а также за поврежденный бампер. Нарушениями, согласно новым правилам, могут считаться отсутствие противосолнечных козырьков, подушек безопасности и наличие предметов, мешающих обзору дороги, например, видеорегистраторов. Нарушители будут наказывать штрафами от 500 рублей до лишения прав. 30 апреля заканчивается период подачи декларации 3НДФЛ. Она предоставляется в налоговую в том случае, если вы работаете на себя, а также получили прибыль от продажи машины, квартиры или иных сделок. Какими способами можно подать декларацию и что будет в противном случае, расскажем в сюжете. Подал декларацию и живи спокойно. 30 апреля – последний день, когда можно заявить в налоговую о своей прибыли. Декларацию 3НДФЛ подают в том случае, если ведется деятельность индивидуального предпринимателя в случае продажи недвижимости, квартиры, дачи, приусадебного участка, которыми вы владели менее пяти лет, а также транспорта, который был в собственности менее трех лет. Если автомобиль продан дешевле, чем был куплен, декларацию все равно подавать нужно. Но в этом случае налогооблагаемой базы не будет, то есть налог платить не придется. Обязанность в представлении таких деклараций имеют индивидуальные предприниматели, отчитывающиеся по общей форме налогообложения, нотариусы частные, адвокаты, арбитражные управляющие, а также физические лица, получившие доход от аренды, от продажи движимого и недвижимого имущества, находящегося в собственности менее минимального предельного срока. Подать декларацию можно лично, обратившись в налоговую по месту регистрации, а также через МФЦ или личный кабинет на сайте налог.ру. Там размещена специальная программа по заполнению деклараций, где можно прикрепить сканы документов, подтверждающих сделку. Граждане, обязанные представить эту декларацию и пропустившие срок, будут привлечены к штрафу, минимальный штраф – 1000 рублей. Размер штрафа зависит от суммы, подлежащей уплате. Это 5% за каждый месяц просрочки. И если налог так и не будет уплачен, налоговая начислит пене. В размере 20% от суммы налога. Срок уплаты налога – до 15 июля. Официальный курс доллара на 24 апреля – 75,09 рубля. Доллар снизился на 1,33 рубля. Евро – 90,47 рубля. Европейская валюта потеряла 1,57 рубля. Нефть марки Brent – 65,38 доллара за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. Несколько десятков тонн мусора вывезут в ближайшее время из незаконного гаражного массива, недалеко от Самарского стадиона. Демонтаж построек ведется не первый год. После ликвидации гаражей территорию приведут в порядок. Об этом расскажет наш корреспондент. Бригада рабочих, трактор и самосвал. В незаконном гаражном массиве в районе футбольного стадиона кипит работа. Нужно вывезти на полигон несколько сотен тонн мусора. У нас схема не общая, а точечная. То есть на сегодня у нас вот эта точка, завтра как бы. Ну, за месяц-полтора, я думаю, мы справимся. Участок очень сложный, потому что линия ЛЭП мешает. Здесь очень много гаражей заброшенных и просто свалка огромная. Ликвидировать незаконные гаражи и вывозить мусор с улицы Бронной начали несколько лет назад. Решить проблему одним днем невозможно, объясняют в администрации Кировского района. Здесь установлено 3,5 тысячи гаражей. Почти половину уже вывезли. С владельцами остальных ведут беседы. Более половины владельцев, 70%, готовы освободить территорию. Остальные незаконные временные постройки администрация вывезет самостоятельно. Гаражный массив, он не попадает под гаражную амнистию, которая в рамках закона, который буквально недавно подписал президент Российской Федерации, они не попадают. Поэтому они обязаны будет этот земельный участок освободить. Кроме того, понимая, что это охранная зона линии электропередач, они должны обеспечить чистоту и порядок, пока они здесь находятся. Местные жители тоже недовольны таким соседством, поэтому уже сейчас они планируют благоустроить территорию после демонтажа гаражей и уборки мусора. Это эстетическое, некрасиво выглядит, это небезопасно. То есть дети могут проходить по территории Бронной на стадион. С Яблонки, поселок Яблон, в котором у нас также живут люди, живут дети, они проходят здесь часто территорией. Пару гаражей наших жителей здесь есть, но, насколько я знаю, основная часть гаражей принадлежит жителям, которые живут по ту сторону Ташкентской. Мусор в районе вывозят по первому звонку или даже по просьбе в соцсетях. Кроме этого, ситуацию контролируют управляющие микрорайонами и старшие по домам. При выявлении несанкционированных свалок незамедлительно подключаются управляющие организации. В этом году планируется вывести почти 3000 тонн мусора только с незакрепленных территорий. В рамках проведения месячника по благоустройству и озеленению уже отправили на полигоны более 90 тонн. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров, События. Чтобы отдыхающих не покусали клещи и мелкие грызуны, в Самаре обрабатывают все общественные места – парки и скверы. Работы ведутся на территории общей площадью свыше 200 гектаров. Безопасно ли это для жителей, узнаем в следующем сюжете. Дана Чернова живет у сквера Шанхай уже много лет. Каждый день гуляет здесь со своей собакой Кантом. Оба корицидной обработки парков и скверов от клещей знает и вместе с тем в весеннее время особенно тщательно следит за безопасностью как своей, так и своего питомца. Канту дает специальные таблетки, которые предохраняют от энцефалита. И после каждой прогулки проверяет себя и собаку на наличие клещей. Стараемся в лес в это время не выезжать, но в парке гуляя, конечно, не хотелось бы поймать клеща буквально в городе. Хотелось бы, конечно, гулять свободно, спокойно, чтобы у нас не было никаких страхов по поводу возможности заражения. Обработка скверов и парков, а также других общественных пространств и крупных транспортных развязок от клещей мышевидных грузунов проводится ежегодно. Территорию площадью более 200 гектаров дезинфицируют специальными препаратами. Они при соблюдении определенных мер безопасны для жителей и их питомцев. Обрабатывают траву, деревья и дорожки. Во время дождя работы прекращаются и возобновляются при первой же возможности. Все работы и по коррецидной обработке, и по атертизации начинаются с обследования территории предварительного зоологического. То есть специалист проходит территорию сквера и выявляет наличие или отсутствие клещей, либо мышей. Соответственно, контроль качества заключается в повторном осмотре с выявлением данных признаков. Если особи-вредители, переносчиков опасных заболеваний, геморрагической лихорадки, бруцеллеза, клещевого энцефалита будут обнаружены вновь, то территорию обрабатывают еще раз. Понимаете, это такая застройка домов. То есть, в принципе, априори тут клещу не откуда взяться. Да, это профилактика. После обработки флагометром проверяется контроль качества. И на один километр не должно превышать 0,5 особей клеща. Акорицидная обработка от клещей уже прошла в скверах Самарского района и завершается в Ленинском. На следующей неделе начнется на набережной. Также городские территории в 20-х числах мая обработают от комаров. В парках с кровососущими насекомыми будут бороться с мая по начало июня. На набережной работы запланированы в мае, июне и июле. Михаил Ермоленко, Никита Колосов, Константин Головин. События. В самарском филиале Т-Плюс определились победители соревнований профмастерства среди теплоэнергетиков области. В течение трех дней шесть команд из Новокуйбышевска, Тольятти, Самары и Сызрани боролись за звание лучших по профессии, а также за возможность представлять регион на соревновании холдинга Т-Плюс. Пообщался с победителями наш корреспондент Михаил Ермоленко. Михаил Тихомиров и его команда представляют на соревнованиях Тольяттинскую ТЭЦ. Для них победа в региональном конкурсе Т-Плюс – это показатель мастерства и слаженные работы коллектива. Вместе с бригадой готовились и в будни, и в выходные. В результате – первое место. Мы впервые обогнали таких монстров, как ТЭЦ-ВАЗа и Самарскую ТЭЦ. Даняли первое место. В общем-то, готовились мы долго, упорно. Больше месяца, наверное, готовились. В принципе, не ожидали, что так получится. Ну, теперь надеемся, что достойно представим самарский филиал Екатеринбурга. Энергетикам предстояло пройти девять этапов, среди которых теоретические и практические испытания. В течение трех дней участники показывали знания нормативно-технической документации, выполняли практические задания по отработке навыков эксплуатации оборудования электростанций в штатных и аварийных ситуациях, а также оказывали первую помощь при несчастном случае на производстве и ликвидировали возгорание оборудования. Все участники соревнования находились под пристальным наблюдением. Мы очень внимательно смотрели, как реагирует тот или иной участник, как он реагирует на неудачу в том числе, как справляется со стрессом, как проявляется командная работа. И все они будут отмечены. Второе место в соревнованиях профмастерства заняла команда ТЭЦ «ВАЗа». А в категории теплоэлектростанций с парогазовыми установками победила команда Сызеринской ТЭЦ. Михаил Ермоленко, Василий Колдашов. События. Они всегда готовы помочь своим соседям, но сегодня им можно отдохнуть от коммунально-бытовых вопросов. В Самаре в честь Дня местного самоуправления наградили лучших председателей ТСЖ, ЖСК и управляющих микрорайонами промышленного района. На торжестве побывала наша съемочная группа. Ольга Попова уже более 11 лет председатель совета нескольких домов. Сегодня ее награждают почетной грамотой за работу. Женщина признается, получать такое признание приятно, но для нее главная награда – это благодарные жители. Приятно – это когда вечером ты открываешь вайбер, ватсап, и тебе люди пишут благодарность о твоей проделанной работе. Вот это самое, наверное, приятное. В ДК «Победа» наградили лучших председателей ОСМ, ТСЖ, ЖСК промышленного района. Почетные грамоты и благодарственные письма от главы города и главы района получили те общественники, которые всегда готовы помочь своим соседям. Управляющий микрорайон – это те люди, которые работают, как говорится, на земле, в полях. Они в непосредственном контакте с жителями каждый день находятся. Им всегда можно позвонить по любому вопросу, проконсультироваться, они всегда помогут. В качестве подарка для лучших представителей местного самоуправления промышленного района была подготовлена концертная программа. Я здесь сама самарочка, золотый голосок, Вытрой-долевяточка, одновременно получил он. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События. А теперь коротко о других темах дня. В Самарской области высадят почти 250 тысяч сеянцев и саженцев древесных и кустарниковых пород. Это станет частью акции «Сад памяти». Весной прошлого года, в годовщину 75-летия победы в Великой Отечественной войне, в регионе посадили целые аллеи в память о защитниках Родины. Во время акции «Сад памяти» города и села региона украсили сосны, березы, дубы. Каждое дерево стало живым памятником погибшим на фронтах. Популярный сервис для планирования путешествий проанализировал запросы на перелеты и выяснил, куда россияне хотят отправиться отдыхать этим летом. Так, на период с июня по август более 80% клиентов интересуются рейсами по России. В лидерах Сочи, Симферополь и Москва. В топ зарубежных направлений входит Турция, Армения, Кипр. Также часто ищут авиабилеты в Грузию, Грецию, Италию, Египет, США, Арабские Эмираты и Сербию. Первая золотая маска Самарского академического театра оперы и балета. Татьяна Ногинова победила в номинации «Лучший художник по костюмам». Свою заслуженную награду она получила за костюмы в балете «Бахчисарайский фонтан». За время работы Татьяна выпустила свыше 90 спектаклей в драматических и музыкальных театрах. Экзамен по спортивной гимнастике сдали ученики спортивной школы. Весь учебный год они постигали секреты мастерства, участвовали в соревнованиях. Прыжки и кувырки гимнастов оценил Сергей Кизоркин. Юная гимнастка Елизавета Ростова привыкла побеждать в соревнованиях. У нее уже более 10 медалей высшей пробы мотивирует к победам младшая сестра София. Она тоже осваивает прыжки кульбита на ковре, бревне, коней, брусьях. Дома разговоры только о гимнастике. Мама Светлана рада, что дочери выбрали этот вид спорта. Случайно, еще ничего не зная про этот вид спорта совершенно, по телевизору с мужем так краем глаза зацепили вот эту спортивную гимнастику. Смотрим, Лиза, прям наша Лиза там на бревне, на кольцах, реально. И позвонили, просто набрали сразу в интернете лучшие тренеры по спортивной гимнастике в Самаре. Лиза вышел телефон, был август месяц, позвонили, нам сказали, приходите, мы вас посмотрим. И она сразу прошла, как дома себя чувствовала Лиза, и вот пошло. И мы уже, получается, 4 года, 5-й занимаемся. Занимаются девчонки и мальчишки спортивной гимнастикой в 18-й спортшколе. В конце учебного года, как положено, спортсмены сдают экзамены по этой дисциплине. Девочки повышают разряды и звания в вольных упражнениях на ковре, затем переходят на брусья, коня и бревно. Юноши соревнуются на кольцах, коне, брусьях, перекладине, в опорном прыжке и в вольных упражнениях. Суммируется сумма баллов, определяются победители и призеры, и кто попадает дальше на какие соревнования, кто выполняет свои спортивные разряды, а все остальные, которые добились скромнее результатов, работают дальше, усложняют программу, и они всегда будут чемпионами сначала в своей душе, а потом на пьедестале. В соревнованиях приняли участие 60 человек от 6 до 15 лет. Спортсмены выступают в разных категориях, в зависимости от возраста и уровня мастерства. Естественно, чемпионы и призеры определяются отдельно среди мальчиков и девочек. У кого-то получились соревнования, у кого-то сегодня были ошибки, у кого-то падение, слезы и так далее, но это опыт для этих детей. У некоторых это первый опыт. По этим соревнованиям можем смотреть, как ребенок вообще себя преподносит на соревнованиях, есть ли у него уверенность, есть ли страх. И дальше будем уже работать, исходя из того, как он прошел сегодняшнее соревнование. Те, кто сдает на второй взрослый разряд и вплоть до мастеров спорта, летом поедут защищать честь Самарской области на спартакиаду школьников. Всероссийские соревнования пройдут в Казани. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. На этом наш выпуск завершен. Заходите на сайт Самара ГИС, подписывайтесь на наш телеграм-канал и на официальные страницы в социальных сетях. Всего вам доброго и отличных выходных! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!